Так вы расскажите, это у вас здесь друг был? Был друг. Так, и куда он делся? Он есть друг, но он меня подвел в трудную минуту. Да вы что, в смысле как? Набрехал богато, а я не люблю брехневых. Я люблю справедливых людей. А как он набрехал, что он сказал? А он сказал, что я дожу тебе тысячу. Конька хотела идти на курсы шоферов. А я говорю... Сын хотел? Сын. Внук, внук. А внук, родители они не плачевоспособные. Я решила, я говорю, Колька, они там в училище решили дать им вторую профессию. Он на стулера, а решили дать еще водителям. Но надо сдать срочно деньги. Я ему говорю, а у меня там расхождение было с этой пенсией 10 дней. Я говорю, ты мне дай, вот, если не сможешь. А не сможешь, не дай. Павловна, как раз идут эти родственники, это все будут пьяные. Никто ничего не будет там сейчас. Я тебе, вот это, как после праздника, как по пьянкам плет и дам. Я говорю, хорошо, мы ждем до 9 января, мы это подождали, Колька ждал. Вот. А мне пенсия 17. Я две козы подала по 500 гривен. Мне должны были тысячу дать. Вот. А потом Колька уехал, а он не несет и несет. И не принес. А я обошлась, потому что у меня 2, по 500 гривен я отдала и все. А я говорю, нет. А он мне флаг принес. У меня флаг висел, порвался уже флаг, расцепало вот такие ветра. А что за флаг у вас висел? Ну, наш украинский флаг, как положено. Он висел, у меня большой флаг был. И он мне флаг привез. Это тысяча гривен. А этот флаг... Что он и женка его окончила курсы, поедем мы в этот... Ну, он поедет и с женой сюда, на Донбасс. Я бы тоже поехала, но меня уже не возьмут. А зачем вам на Донбасс? Ну, в АТО. В АТО вы хотите? Ну, я бы хотела, так меня не возьмут. Подождите, вы защищать хотите родину? Слушайте, какая вы молнив... Я же кушерка, я фельдшер. Я бы там приготавливалась. Да вы что? Я старая сила, меня не возьмут. Сказать, вот это в Украине нету других людей, кроме цель-бабы. Да вы что, отмечете? Нельзя. Ничего себе. Я пошла...